честно сказать я до последнего не хотел снимать этот ролик и постоянно его откладывал но дело в том что без него проект хакерфон нельзя будет завершить именно поэтому сегодня мы с вами поговорим о руд правах вы узнаете что это такое зачем вообще нужны эти руд права и какие возможности они вам дают а самое главное сегодня вы узнаете о том какую опасность в себе таят руд права и сами решите для себя стоит ли их вам получать разбойник хватит бегать но для начала небольшая реклама у fall ups нет именно тут вы сможете прокачать свои навыки социальной инженерии научитесь зарабатывать в интернете а также узнаете очень много всего об информационной безопасности помимо годных статей тут есть еще и форум на котором вы найдете для себя ответ на любой вопрос в общем заходите ссылочка в описании вообще вот права получая для того чтобы у вас начали работать какие-то крутые программки настолько крутые что прав обычного пользователя для них просто-напросто недостаточно вот например лаки патчер это очень крутое приложение которое по всей видимости используется чаще всего для взлома игр судя по данным ютуба но я говорю о совсем другом функционале например с ним мы можем патчить какие-то ваши программы отключать них рекламу как-то модифицировать их и даже активировать какие-то скрытые функции любых ваших программ да и самого смартфона помимо этого вы сможете удалять любое системное по очистить систему от всякого заводского мусора и полностью настроить систему под себя благодаря модулям root прав о которых мы кстати поговорим чуть позже но меня же root права интересует больше тем что именно они позволяют из обычного андроид смартфона сделать нечто крутое просто установив на него калинет хантер или же андракс это два очень крутых хакерских инструмента которые позволяют очень много проверить вайфай на возможность взлома подобрать свой забытый пароль к любому сайту или базе данных и вообще сделать все что придет вам в голову в общем именно root права позволяют превратить ваш смартфон в настоящий хакерский инструмент поэтому root права определенно стоит получить друзья мои многим из вас прям понравилась идея с какими-то загадками моих роликах и вот вам загадка на сегодня сейчас у меня руках обычный android смартфон которому вроде бы ничего не подключено ну по крайней мере внешнего usb вайфи адаптера тут точно нет но сейчас на нем взламывается мой вайфай при помощи программы вайфай ти и главный вопрос как неужели я смог перевести встроенный вайфай адаптер в режим монитора и если да то каким образом в общем все свои варианты пишите в комментариях я потом обязательно все прочитаю и как-нибудь расскажу вам о том как мне это удалось но сейчас возвращаемся к ролику теперь о том как получить эти самые root права если вы пользователь huawei то я вас поздравляю потому что вы купили смартфон от компании генеральный директор который гордится тем что на их смартфонах нельзя получить root права по крайней мере нормальным способом бесплатно потому что для получения root прав надо разблокировать загрузчик установить tvrp recovery и только потом вы получите root права на huawei сейчас без кода разблокировки никак загрузчик не разблокировать а коды они уже перестали выдавать на старых же компьютерах с андроидом пятом и ниже root права получаются в основном через компьютер программ для получения root прав очень много например king root или что-то подобное но какой программы лучше воспользоваться именно в вашем случае лучше всего посмотреть на англоязычном форме xda developers или же на русскоязычном fopda.ru на этих сайтах все будет расписано вот прям максимально подробно именно по вашему телефону и искать информацию о получении root прав лучше именно вот тут вот они на ю тубе вот это необходимость иметь пользоваться поиском касается и всех других смартфонов например с андроидом пятым и новее правда там все делается примерно одинаково сначала вы разблокировываете загрузчик практически на всех смартфонах это делается буквально в несколько нажатий затем устанавливаете tvrp recovery и потом уже поверх tvrp recovery вы устанавливаете менеджер root прав это все мы рассмотрим в практической части ролика сейчас давайте немного поговорим о менеджерах root прав их всего два маджиск и суперсу суперсу это проект который больше не развивается он прекрасно работает и выполняет свои функции я им сам долгое время пользовался до тех пор пока не появился маджиск он у меня точно также работает без глюков но у него есть три явных преимущества например это поддержка модулей кто пользовался экспозит фреймворк поймет о чем идет речь если кратко то это позволит вам настроить вообще все в вашей системе улучшить качество звука поднять максимальную громкость динамиков программно улучшить вашу камеру увеличить время работы от батареи или наоборот разогнать ваш смартфон сделав его намного мощнее для игр это все тут можно делать буквально в одно касание благодаря репозиториям с большим количеством модулей кстати через маджиск легко можно поставить и сам экспозит фреймворка как вы знаете в нем крутых модулей еще больше но в общем помимо этого у маджиск есть еще невидимый root который умеет скрываться от отдельных приложений в общем я решил скачать маджиск друзья ни в коем случае не качать его с подобных сайтов поскольку маджиска нету официального сайта скачав его отсюда вы как минимум получите бэкдор и ваши личные важные данные будут уже не только вашими личными данными качать его надо только с гитхаба и только по вот этой вот ссылке которую я оставлю в описании под этим роликом в общем скачиваем версию поновее вот как видим тут сам маджиск это набор системных файлов он устанавливается через рекавери мы качаем его и вот еще скачиваем вот этот вот маджиск менеджер в формате apk теперь подключаем смартфон компьютеру и перекидываем на него оба файла которые мы только что скачали теперь через файловый менеджер открываем apk файл и устанавливаем приложение модель с менеджер после чего перезагружаемся в рекавери в моем случае я просто включая смартфон и зажимая кнопку громкости вверх теперь самом рекавери переходим в install выбираем тут наш маджиск и устанавливаем его свайпнув по экрану после установки еще можно сделать вайп delvick кэш хотя это не обязательно но так больше шансов избежать проблем поэтому я сделаю перезагружаем смартфон и теперь заходим наш маджиск менеджера если он запускается то все отлично скорее всего рут вы уже получили но прежде чем это сейчас проверим давайте зайдем в google play и установим busybox это набор важных системных утилит которые нам обязательно понадобятся заходим в приложение тут у нас должно появиться сообщение о разрешении root прав если сообщение не появилось или root права просто не были выданы в этом не успели просто заходите в маджиск менеджер и тут вот настройка суперпользователя выдавайте разрешение для нужного приложения теперь возвращаемся в busybox и просто жмем на установку никаких параметров мы менять сейчас не будем ведь все должно установиться автоматически вот и получили мы root права друзья мои это было несложно ну а теперь как и обещал я хочу поговорить с вами о том какие возможности открываются для злоумышленника как только вы получаете root права если быть честно на самом деле разницы здесь нет абсолютно никакой и как только вы становитесь взломовыгодным человеком вас легко взломать как минимум благодаря социальной инженерии или какой-нибудь уязвимости как например недавнюю злоумышленник отправлял жертве обычную картинку в виде гиф файла и все жертва взломана злоумышленник получает к смартфону жертвы полный доступ причем здесь абсолютно было неважно есть у жертвы root права нету их разблокирован у нее загрузчик заблокирован это все не имело абсолютно никакого значения и под конец ролика давайте прорезюмируем все то что вам сегодня рассказал не покупайте huawei если вы планируете получить root права разблокируйте bootloader и установите туда tvrp recovery после чего загрузить им а джеск и вы получите смартфон с root правами и уже сможете установить туда андракс или калинет хантер о чем я расскажу вам в следующей части проекта хакерфон ну а на сегодня у меня все друзья мои не забывайте подписаться на ну а на сегодня у меня все друзья мои не забывайте подписаться на мой канал если вы этого еще не сделали и до скорой встречи пока пока это разбойница сегодня весь вечер бегал и мешало мне снять ролик кстати друзья не совсем забыл рассказать вам о том вопросе который волнует многих гарантия многие боятся получать root права только за то что они боятся потерять свою гарантию здесь вообще не стоит волноваться если вы уверены в своих силах и случае чего сможете прошить телефон до того состояния что он будет включаться то вам нечего волноваться само наличие root прав вас ни в коем случае не лишает гарантии гарантия у вас летит только из-за того что ваш смартфон сломался из-за того что вы установили туда root права а такого практически не бывает потому что даже самом плохом случае вот если вы полностью снесете систему у смартфоне есть режим дфу и прочитав какую-нибудь статью на фо пуда вы восстановите родную заводскую прошивку и ну ничего вас не случится так что если у вас перестала работать динамик или usb порт от плохой пайки перестал работать и вам отказывают в гарантии смело отстаивайте свои права пишите претензию предупреждать что вы подойдите в суд и продавцы таких вещей очень сильно боятся и они стопудово пойдут вам навстречу либо вернут вам деньги либо починят смартфон по гарантии поэтому не бойтесь отстаивать свои права